Импичмент президенту или перевыборы парламента в Италии острейший за полвека политический кризис. Глава государства отказался утверждать правительство с евроскептиком в качестве министра финансов и поручил формирование временного кабинета экс-чиновнику МВФ. Ну и парламентское большинство называет это решение угрозой демократии и признаком колонизации страны еврократами из Брюсселя. После ухода Британии Италия становится третьей экономикой ЕС, а ее выход из еврозоны способен обрушить общеевропейскую финансовую систему. Из Италии Аси Емельянова. Выбор для итальянца это принципиально. Взять хотя бы перцы, на вкус одно и то же, но кому-то в пасте нравятся желтые, кому-то зеленые. А сегодня утром оказалось, что покупатель ничего не решает. За желто-зеленый союз Лигу с движением 5 звезд проголосовало 50% страны. А президент решил, что важнее биржи, кредиты и инвесторы. И забрал мандат у кандидатов премьеры. А ничего, ничегошеньки мы не решаем. И ничего для нас не изменится. Ходим голосовать, кого-то выбираем, а в итоге все решают наверху, а мы так и будем. Знаете, во сколько я встаю, чтобы заработать? Пол четвертого утра. Импичмент грозит Серджио Моторелли. Статью 90 Конституции так редко используют, что еще непонятно, с какой формулировкой в парламенте будут обсуждать то, что он сделал. Италия – республика парламентская, а не президентская. И потому не все поняли, как такое возможно выдать мандат, а потом отозвать его только потому, что в составе будущего кабинета оказался министр, который критикует евро. Таковы, по мнению Мотореллы, последствия выхода из зоны евро, которому много лет как раз и призывал Пауру Савона. Он человек номер два в партии Лига и враг номер один для Германии и рейтинговых агентств. Вот интервью 2014 года и его план «Б» для Италии – вернуть лиру. Будет непросто, будет инфляция. Нас будет лихорадить первое время, но это позволит Италии вернуть ключи от дома, которые мы потеряли. Судя по заявлению Мотореллы, этот союз, который так долго рождался в пятизвездной лиге, был заранее обречен на провал. И дело не только в Савоне. Власти впервые за долгое время могли прийти не левые, не правые, а нечто совершенно новое, неизвестное. Они действительно очень разные, эти партии, но после выборов сумели договориться по вопросу мигрантов, отмены санкций и снижения налогов. Сегодня я взбешен. Никто не может сказать «нет» министру, будь то Гуфи, Плута или Дональд Даг, просто потому, что этого министра не признают финансовые миры и европейские капиталы. Кто был тайным кандидатом Мотореллы и фаворитом Брюсселя всё это время, стало известно почти сразу. Карло Коттарелли, он уже даже получил мандат. Коттарелли работал в МВФ, в Италии прославился своими методами сокращения госрасходов левых убеждений. При том, что левые вообще-то выборы проиграли. Но это тот человек, который способен репутацию Италии поправить. Ведь в западных газетах одни насмешки. То Италия на смертном адре умирает, то провалившийся кандидат в премьеры Конте в детском стульчике, то страна летит в бездну в немецком издании с криком «Мамма миа!». О том, что у них полная «Мамма миа!» итальянцы и без европейских газет знают. «Мамма миа!» Вот так это нужно произносить, чтобы коротко выразить то, что в стране полный хаос, без власти. Италия всё-таки побила рекорд. 85 дней прошло после выборов. А правительства всё нет. Аси Емельянова, Виктор Казаков. Вести. Италия. Рим.